Здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте наши зрители, здравствуйте воспитанники археологического клуба. Мы сегодня продолжаем разговор о подземельях Петербурга, но немножко в другом контексте. Не о подземных мире, не о подземных постройках, а о подземном пространстве, о том, что в земле скажем так. Немножко по-другому подойдем к теме. Почему? Потому что вообще в Петербурге всякие подземелья и всякие интересные места обеяны мифами. Есть мифы о том, например, что было языческое и жорское капище на месте бодного канала, и теперь там всем плохо, и кажутся ужасы всякие. Есть всякие мифические истории про Михайловский замок, где бродит привидение императора Павла. Вам, наверное, рассказывали на экскурсиях. Но есть в истории археологии Петербурга такие сюжеты, которые круче, чем эти все мифические мифы, которых, в общем-то, никаких оснований для этого, ну скажем так, реально ни о каком капище мы не знаем на обводном канале. Скорее всего ничего там не было, кроме самовнушения внушаемых граждан. Есть ужасы. И вот один из таких ужасов открыли археологи, начиная с 2004 года. И нам немножечко совсем даже удалось там поработать, в этом месте, которое ужас-ужас. Так вот, это мы сегодня говорим о находках в кронверке. Значит, давайте сначала поговорим, что такое кронверк. Да, то есть, вообще, кронверк это укрепление в форме короны, собственно, поэтому такое название, которое сделано дополнительно к Петропавловской крепости. То есть, сама Петропавловская крепость, она еще укреплена двумя равелинами, а на берегу, ну то есть, на городском острове, на Петроградке, находилось дополнительное укрепление кронверка. И сейчас в центре этого укрепления находится музей артиллерии ракетных войск и войск связи. Да, то есть, он находится на месте этого укрепления. И там какие-то валы даже виднеются, но это фейк. Прикольно, да? То есть, вокруг кронверка, вокруг, вернее, арсенала, в котором сейчас музей, фейковые валы. Их насыпали к олимпиаде 80-го года. Не спрашивайте меня, какая между этим связь. Вот так получилось. Вот, что там кронверк насыпали валы. Но, в действительности, там были валы. Ну, они уже подзаросли, рассосались, были немножко разобраны там, а еще до строительства арсенала в николаевские времена. Но, тем не менее, кронверк был. И в 2004 году начались и, по-моему, до 2007 года продолжались археологические раскопки в кронверке. Вели их Сергей Леонидович Кузьмин, Игорь Иванович Тарасов и Кирилл, не помню отчество, Шмелев. Собственно, они недавно опубликовали материал. А Кирилл Шмелев, кстати, у нас мелькал на канале, вот, с рассказом о гамаке. И они опубликовали материалы и разрешили мне, так сказать, их, ну, собственно, публикации. Есть факт того, что дальше о них можно рассказывать. Но, тем не менее, я спросил и даже получил разрешение показать фотографии. Вам я буду показывать фотографии на компьютере, а нашим зрителям буду подкладывать эти фотографии и чертежи на видеозапись. Итак, на самом кронверке укрепления появились не сразу, не одновременно с крепостью. И когда там начались исследования, они нашли целый слой некоторых вещей, связанных с более ранним периодом до того, как возникло укрепление кронверка. Прежде всего, нашли находки, связанные с каменным веком. И это офигенно, потому что стало понятно, что где-то там, но это, скорее всего, передвинуто наводнениями, находилось поселение каменного века. Вместе с находками на Охте, где просто найдено мощное поселение каменного века в мокром слое, это дает потрясающую картину того, что дельта Невы, хотя самой Невы еще не было, она уже осваивалась. Здесь было такое болото, прорыв Невы произошел в середине первого тысячелетия нашей эры, а до этого вот она все равно как-то была здесь обитаема. Это раз. Во-вторых, были найдены какие-то следы неопределенные, постройки, которая, возможно, существовала там в 16, начале 17 века и была разрушена очередным катастрофическим наводнением. Это тоже есть. Мало того, были найдены следы распашки, то есть до основания Петербурга эту территорию пахали, там высаживали рожь. Прикольно. Но самое интересное, что как только начал строиться Петербург, там расположили военный лагерь. Собственно, силами солдат и строили первую дерево-земляную крепость. И когда начали раскапывать, то под слоем, под валами первого кронверка нашли следы военного лагеря и прежде всего два полноценных жилища. Одно жилище полтора на три с очагом в углу было очень-очень удобным и комфортным. Оба жилища представляли с собой следующее. Это углубление в земле с какими-то очень сопливыми, скажем так, извините, постройками сверху. То есть это что-то вроде среднее между полуземлянкой и шалашом. Шалаш, углубленный немного в землю. Так вот, первая полуземлянка вот эта, с какими-то постройками сверху, но не с рубом. Видимо, принадлежала офицеру. Почему так решили? Что, во-первых, у нее была, там внутри была кровать, потому что половина земли была затоптана в помещение, а половина оставалась не затоптана. Да, то есть где-то была койка. В углу был найден очажок, в котором были найдены кусочки куриных косточек и окурки того времени, кусочки курительных трубок голландских. Да, вот такие белые полосочки и чашечки. Ну вот кто участвовал в раскопках 17 века у нас, они знают, они встречали. Ну или там в экспозициях. То есть это характерный быт, действительно офицерский. Ну и там ничего страшного. Страшно это, собственно, дальше. Потому что было найдено большое жилище 3 на 4 метра. Оно не такое аккуратное. Там не так хорошо утоптан пол. Ну и очаг, и никаких следов курочки в углях. И прямо в этом углублении было найдено захоронение 4-х человек. Вот, что это за люди? Судя по паниологическим данным, судя по срастанию швов и вообще делается анализ, который дает нам возраст и пол. Это мужчины 18-20 лет от рода. Один из них, я уж не знаю, как это определили, болел венерическим заболеванием. У всех, все они сориентированы на головой на запад, лицом на восток. Ну с учетом изменения восхода солнца. Да, потому что восход не точно на востоке. Да, но, тем не менее, христиане традиционно захоранивают людей лицом на восток, головой на запад. Но они были не в саванках. Судя по тем остаткам одежды, которые на них были, они были в повседневной одежде. Судя по кусочкам ткани и пуговицам, это был, скорее всего, воинский мундир, военный мундир. При этом, судя по всему, это не пленные шведы, а именно наш русский. Причем солдаты. Очень интересная история. У них был характерный закус справа. Вот здесь вот на зубах были, была такая характерная выемка. Почему? Потому что солдаты того времени, для того, чтобы выстрелить, должны были вынуть патрон. Была команда «закуси патрон». Они должны были разорвать бумажный пакетик и насыпать в ствол порох. Забить пулю, там забить пыш и выстрелить. Да, еще нужно было высыпать порох на полку и взвести курок, выстрелить. Да, то есть они все время закусывали, это оставило характерные следы солдатские. Вот, костюм, мундир предполагает, что это, скорее всего, были наши, а не шведы. И что самое ужасное, что эти граждане были похоронены далеко не сразу. Люди сначала долго, несколько месяцев, лежали на поверхности и только потом были захоронены в это жилище, прямо в этом жилище. Видимо, в тот момент, когда его перестали использовать как место для жилья. Как это, в какую эту систему выстраиваться? То есть начинают строиться крепости. Сюда приходят солдаты, они строят войны, лагерь. И по воспоминаниям иностранцев очень высокая смертность. А это осень 1703 года. А зимой 1703-704 года нет возможности их захоронить. Ну, потому что земля замерзла. И только тогда, когда земля оттаяла, и когда лагерь уже весной снимался с этого места, тогда их захоронили. Знаете, какая картина вырисовывается первого года существования Петербурга? Вот крепости вокруг, значит, какие-то шалаши и рядом лежат люди умершие от тяжелых условий. Мрачная картина. Вот так зимой и весной. Только когда земля оттаяла, их захоранивают в эти ямы, забрасывают их как-то землей. Не знаю, уж отпевают, не отпевают. И полк уходит в другое место. Фраза «Петербург построен на костях» она не впустую сделана. Не впустую сказано. Потому что, действительно, прямо в центре города, не там, где кладбище, а там, где, в общем, сложно ожидать, есть фрагменты вот таких вот внезапных бытовых захоронений. Без признака того, что это кладбище, что это захоронение, кресты, еще что-то, нет ничего такого. Вот. И мало того, много-много лет люди живут, ходят, строят там Кронверк, строят потом там народный дом Николая Первого. И никто не знает, что здесь вот лежат. Хотя, с другой точки зрения, ну, любой город, живущий долгое время, имеет на своей территории и недокументированные захоронения, и захоронения уже, как это правильно сказать, как-то застроенные, и мы не знаем где, а все равно уже там. И сейчас на территории Петербурга есть кладбище, на которых идет строительство. Возникает всяческие трения в связи с этим. Но здесь вот прямо в центре, прямо на самом видном месте вот такое захоронение. Вот такая интересная история. Мы поучаствовали буквально пару дней, еще не нашли этих героев. А потом осенью я приходил на пресс-конференцию итоговую по результатам раскопок в 2004 году. Так что у меня даже у самого есть кое-какие фотографии. Что еще там было интересного? Дело в том, что на территории Кронверка во время Великой Отечественной войны был танкоремонтный завод. Ленинград оказался в уникальных условиях. То есть, конечно, это были катастрофические условия, блокады. Но танки, которые на других фронтах выбивали, их отправляли на переплавку, привозили новые, у нас нужно было чинить, потому что новые танки было взять неоткуда. И вот танкоремонтный завод приводил в чувство и отправлял заново на фронт. Подбитые танки ремонтировал. И таким образом, благодаря ему на Ленинградском фронте до 1944 года сохранялись уникальные виды танков, которые уже давно не использовались везде в остальных участках. Но там было много всяких деталей. И вот меня поразила доминошечка самодельная. То есть работники, которые там трудились во время блокады, в перерывах делали себе самодельные доминошечки и рубились в козлах. И рубились в козлах. Ну и я только благодарю Кирилла Шмелева за предоставленные материалы. И очень рад, что мы к этому всему присоединились. Вот такая вот необычная история. Если что-то будет еще интересное из раскопок, мы тоже, естественно, будем вам рассказывать. До свидания.